МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельщине пройдет сусветный день боротьбы с инсультом. Данина Паваги у Гомельске микрорайоне Костюковка заявилась Рабиновая аллея имя Валерия Абеля. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Брагинске районе побудует порт для перевозки грузов по дня при до Черного моря. Наша краина инвестирует 20 миллионов долларов. Узведение Международного логистичного центра может распочаться наприконцы года. Свой шлях по проекции судны будут завершать у Херсоне, а про Черное море наши товары можно будет доставлять Украины, Европы, Азии и Африки. В Гомеле сегодня было включено тепление. Решение принято Гарвы Канкамам. Оно обумовлено снижением вуличной температуры поветра. Таким чином тепло пришло в квартиры, интернаты, в учебные установы, а так само в администрационные и громадские будинки. До речи, на этом тыне значительно похолодает, ночью махшими заморозки. Завтра температура поветра прогреется до 9 градусов, чакается невеликий дождь на территории региона. А у Сираду прогнозуется мокрый снег. Истотно похолодая, слупок термометра покажет до 3 градусов за знакой «плюс». Подобная температура заховается до выходных. В субботу и неделю круглопотеплее, 7 градусов и без опадков. Под час восеньских каникулов, новушенцы молодших классов при наявности фликеров смогут корыстаться послугами маршрутных такси бесплатно. Такое решение было принято сегодня на встрече представников областной державной инспекции, предприемства «Гомель Абл Пассажир Транс» и перевозчиков. Хоть с тольким проведением суместной акции, размова на этот раз не обмежавалася. Под обязанностей у наших корреспондентов. Маршрутные такси давно стали неодъемной часткой транспортной инфраструктуры «Гомеля». Зараз официально на линии выходит каля 270 машин. Сегодня перевозчики кажутся в высокой конкуренции сбоку завычайных такси. А лекали проанализовать статистику о пошне году, то становится видовочно. Колькость маршруток не сменьшается. Раньше тенденция была на сокращение транспортных средств, задействованных в указанном виде перевозок, потому что был переизбыток по ряду маршрутов. Вы сами видите, что маршрутная сеть развивается в связи с открытием новых микрорайонов. Шведская горка, хутор, поселок «Новая жизнь». Люди требуют обеспечения дополнительного единиц транспорта, поэтому в последнее время проводятся конкурсы на право осуществления указанного вида деятельности. И видим частичный рост. Разом с тем, до водителям маршруток есть шмат пытаний, упрочим не только у супрацовника удержавшей инспекции. Есть претензии и у самих перевозчиков. Невыконание режима працы и отпочинку, реализация билета под час руху, порушение раскладу руху. Справа доходит до того, что водитель маршрутки может не спыниться на припынку с невеликой колькостью пассажиров, к обране из-за інших трапить на припынок с великой колькостью людей. Некоторые навы для этого системы навигации отключаются, что не дозволяет перевозчикам контролировать их рух. И это далеко не все порушения, об яких кажутся под часу встречи. Водители не соблюдают скорость, не соблюдают дистанцию. При торможении впереди идущего транспорта происходят столкновения, наезды. Пассажиры падают в салоне автомобиля. Порой происходит перевозка сверх допустимого количества, в результате чего люди травмируются. Об тем, что работа маршрутных такси по трабой повышенной уваги, свечит той факт, что на протягу года колькость здейсненных ими порушений вылечается сотнями. И такая личба. В этом году у Гомеля отбылся три дорожно-транспортные здарения, у яких были поранены семь человек. Это больше, чем летось. Олег Сентюров, Олеся Рудянкова, Валерий Гопанько, телерадиокампания «Гомель». Завтра отбудется промая телефонная линия с начальником управления внутренних справ Гомельского облаконкама Александром Васильевым. Свои пытания на кунт деянности органа внутренних справ можно задавать, потелефоновавши по номеру 96-74-32. Промая линия будет працовать с 10 до 12 годин. До завершения перепису насильниц в Беларуси засталось два полновартосных дни. Официально кампания скончится 30-го костричника. Зараз в регионе протягивают працовать на стационарных участках и ходить по домах и кватерах больше за 1800 переписчиков. По информации Белстата, у середнего нагрузка на стационарный участок около 14 с половой тысяч человек. Личба может легко варьироваться. Такие грамотяне мают максимум переписаться в любом городе краины, незалежно от места прописки и проживания в данный момент. Как доведаться о ближайшем до вас стационарном участке, достаточно зайти на официальный сайт населенного пункта. Там будут указаны докладные адресы. Час працы без выключения с 9 до 20 годин, без перапынна. У нас очень большой поток людей. У нас очень большие пики. Люди идут утром, люди идут днем во время обеда и вечером. Мне приходится усиливать мой штаб. Я попрошу всех, кто не переписался, приходите, пожалуйста. Неважно, в каком районе вы живете, в Новобелецком, Советском, Центральном, Железнодорожном. Мы перепишем всех. С любыми питаниями на конперапису можно звертаться на горячую линию Головного статуправления в области, что день с 9 до 21 годины. Номер телефона в Гомеле – 21-10-03. Те телефоновать по динам доведочным номерам – 8-801-100-31-31. Промыть телефонные линии и тестирование стану здоровья. Завтра на Гомельщине пройдет сосветный день боротьбы с инсультом. Об актуальности проведения профилактических мероприемств можно мерковать по такой личбе, что год у свете инсульт переносит до 15 миллионов человек. Наши корреспонденты наведали медицинский центр, у яким хворым допомагают свернуться до нормального життя. Вядом вырос у всех хворобы от нервов, мая до инсульта самая непосредная дышанение. Правда, стрессы – не одна причина, якая приводить до захворывания. На первых месяцах – курение и высокий артериальный тиск. Потым – малорухомыла джиття и неправильное хоршаванне. Причим, у опошний час инсульт почав сустракаться навыту молоді. Дмитрий Шамра перенес яго у 20-ти годовому взросте. Лежал вечером, стало немножко плохо, померил давление на фоне гипертонии. Повышенное было давление и начал отнимать ногу и постепенно руку. Привезли, полежал сутки в реанимации, две недели в неврологии и перевели сюда 21 день в реабилитации. Потом повторная реабилитация. Отделение реабилитации постинсультных больных у Гомеля открыли на базе областного шпиталю инвалидов войны у 2004 годзе. Пачинали непросто, не хапала ни абсталявання, ни специалисту адповедной квалификации. Все лето у шпиталя зарабили ясше адзен крок по повышенні якості оказываемых послуг. Тут почалося будавництва сучасный операцийный. У Беларусі аналог ёсь толькі у Минску. В эксплуатацию яна будзю уведзена у наступным годзе. Зараз завершаюцца будавнішай работы. Правда, і тут ёсць адно алле. Для таго, каб вырытаваць чалавека, неабходна прывецць яго ў бальніцу на працягу 4,5 годзін пасля инсульту. У сувідзі з гэтым, медики раюць докладна ведаць прызнакі захворваня і своєчасово вихлікаць худку допомогу. 70% інсульта начинається з трёх признаків. З нарушення речі, слабості в конечностях і асимметрия лица. Тому є три хороші пробы, які позволяють ці нарушення виявити. Ми просимо чоловіка підняти вперёд руки. Якщо одна рука опускається, ми вызываем скорую допомогу. Просимо його улыбнуться і смотримо, як расположені його складки. І третя проба – це попросити назвати своє ім'я. Якщо у чоловіка каша в рту, то необхідно як можна скоріше викзувати скорую допомогу. Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Євген Маккенко, Телерадиокампанія «Гомель». Актуальне питання економічній науці у 21-м стагодзі. У Гомельськім державному університеті ім'я Францеска Скарына пройшла міжнародна конференція, присвеченна 50-ти годзю економічніха факультета. У форумі проймали у діл дослідчіки з шести країн, сірод яких – Росія, Україна, Литва і Польща. Конференція проходзіла по нікалькіх секціях. Почас посадження у докладчіки робілі прогнозы розвиття економіки і менеджменту в умовах стимулювання економічного росту, розглядалі фінансові аспекты і прадпримальніства. Форум закрану і сферу сучасних інформаційних технологій у економічній дійності, а так само інтеграційній процесы. Конференція проводзіця раз у два гады, і її проблематика обумовліна тенденціями і проблемами країни на шляху формування глобальній економічній простори. Ми зараз проводимо багато ісследовання з Євразійської комісії в облаці того, щоб создавати единий ринок услуг, образований, спорту, туризму, медицині, для того, щоб граждані наших стран имели реальний общий ринок і обше пространство для мобільного движення трудових ресурсів, получення всіх необхідних соціальних гарантий і возможностей на всім пространстві Євразійського економічного союза. Праровар-2019. Гомелі прайшов буйнейший вілофорум Біларусі. Йон об'єднаў актавістів з розних кутків країны, грацкій улады, праекціровщиків і експертів. А крам'я лекцій і круглых столов, яго удзільніки організували вілоапарад і незвычайний флешмоб. На їм пабывала Ганна Каральшук. Вілофорум Праровар все літа проходжу третій раз. До цього яго праймали Мінськ і Брест. Гомель для проведення падзей обрали не випадково. Город може похваліться одним з самих активних велосипедних об'єднань в Україні. На форум приїхало коля 150 удельників з Беларуси, Росії, України, Польщі і Армії. Усі тіях, то затікавлені у популяризції екологічних видів транспорту. В Беларусі є большое кількість велосипедних організацій. Більші – це штук 5 чи 6. Ми розвиваємось вже, наспільних 10 років. І ми дошли до той стадії, коли нам треба собратися на одній площадці, щоб обміняться опытом. І дуже добре, якщо з нами захотять обміняться опытом представників бізнесу і городської адміністрації. Одним з самих ярких підій форуму став велопарад. Спочатку його удельники собралися на пляцовце каля Медицинського університета, каб принять удел у конкурсі на самый яркий велосипед. Потім колонна вілоаматорів стартовала у накерунку Палацца водних видів спорту. Должня заезду склала 8 кілометрів. Парад став яшчайным способом нагадати велосипедистам правилы дорожного руху. У цьому часу так усі повинны використовувати ліхтараки. Спереду з белым святлом, заду з червоним. Пасля фінішу активісты з запаленими ліхтарами выстрілися у гігантскую постать. Эмблему громадського об'єднання «Велогомель». Форум – це, конечно, каталізатор развития велоінфраструктуры. С велосипедним активізмом у нас все замечательно. Все гости, які приїхали зо всей Білоруссі і з інших країн, відмітили, як багато в місті велосипедистів. Це значить, наступило время развивати велосипедну інфраструктуру. Наш форум відкрив мэр города Пётр Алексеевич Кириченко. Он рассказал о перспективах развития велосипедного движения в городе Гомеле і в Гомельській області. І ми увиділи заінтересованість чиновників в тому, щоб стало удобно в нашому городі всем, не тільки автомобілистам, а пешеходам і велосипедистам. Так, адною з домовленості форуму стало відкриття байкшеринга «Колобайк», який у худким часом з'явиться у Гомеле. Ганна Корольчук, Сергій Лукашук, телерадио компания «Гомель». 29-го Кастричника у Алторок глядіці на телеканалі «Беларусь-3» черговая передвыборної виступленні кандидатов депутаты Палаты представників Национального сходу Республіки Беларусь сьома гасклікання. З 19.00 до 19.30 у ефір виступленні кандидатов Парижській окрузі номер 44. У Гомельській мікрорайоні Костюковка з'явілася Рабіновая аллея ім'я Валерія Абеля. Представнікі улады, супрацовнікі і вучні Палаця культуры і місцеві жахары высадзіли її під час районного субботніка. Нагадаєм, што пасля далучення паселка Костюковка до обласного центра частку яго вулиц перейменавалі. Так вулиця Светлагорська стала носіць ім'я заснавальніка заслужнага аматорськага коліктыву Республіки Беларусь цирка ім'я Валерія Абеля. Бож за 55 гадоў яго артысты з'являюць глядачоу на аренах у розных концах свету. Сьоліта жахары Костюковкі вирішили упрыгожить вулицю і высадзіць тут Рабінову аллею. Ініціативу підтримали Городський совет депутатов і адміністрація района. 10 октября состоялась встреча інформаціонной групи під руководством председателя Гомельського Городського совета депутатов Николая Николаевича Ковалевича з колективами музикальной школы і Дворца культуры мікрорайона Костюковка. На даній встречі були задані ряд вопросів. Один із таких вопросів був оказання допомоги при приобретенні посадочного матеріала для высадки Рябінової аллеї. 21 древо розмістилося побач з дитячей поліклінікою. Даріша Рябіна була обрана не випадкова, і она була древом-заступником Валері Абіля і приносила їм поспіх. Сьогодні у нас прекрасна місія. Ми з дітьми вийшли в цей чудесний день і сажаємо Рябінову аллею. Ви знаєте, що таке вот чувство внутри, як будто рождення рєбінка. І коли ці Рябіни зацветут, як прекрасно буде, коли жителі будуть приходити на цю уліцю, будуть йти і любоватися Рябіновими бусами. Ми за те, щоб у нас в мікрорайоні були чисті, ухожені уліці. І по цьому своїм преміром сьогодні ми показуємо, що потрібно любити свій край і самим приходити і робити для цього щось полезне. Поговорити про культуру у теплій атмосфері запрашає картінная галерея Гауріла Вашенки. Кожний місяць тут будуть проходять утульні вечари для гамельчан. Гамельська інтелігенція усіх узростів буде долучаться до мастацтва і дзялиться своїми ураженнями об виставах за кубочком Гарбаты. Організатори поспробують звернути увагу гостей на тое, що не зауважаєш у звичайному житті. Зараз у галереї дзенічая експозиція работ Пабло Пікасо. Тому тэмай першій сустрэчі став Парыш початку 20-го стагодзя, дзе працаваў Мастак. У зале галереїства грылі отпаведны антураж, усі оформіли так, каб гості отшувалі сібі комфортна. Настрой патрымлівалі живая музыка і пісню в виконанні Алены Гастінськай. Наверно, возникает вопрос а для чого сьогодні це мероприятие? Настали тімні і скучні вечера, закінчили сдачі. І, конечно, очень многим інтелігентним, творчістким, самодостаточним мені, наверно, нікуди пійти. І кожен здаєт вопрос, а що інтересного є в нашому місті? Так вот, сьогоднішнього дня ми пополняєм ще одним новим проєктам класну, інтересну страничку нашого міста. Проходять утульні вечері будуть раз у місяць, у охотка, што і 20 рублів. Зачыць за анонсами наступних зустріч можна на сайті галереї. Гэта і інші новини ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті па адресі www.tvrgomil.by На гэтым випуск завершений. Дякую за увагу і до зустрічі у ефіре. Ефір телеканала «Белару-4» продалжає де-факто в студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. Гомельський обласной суд вынес приговор молодой парі, которая убила пенсіонера і сожгла дом, щоб скрыть следи преступления. События происходили прошлой осенью і розвивались по цепочке. Будучи в изрядном подпиті, 30-летний житель Чечерський, 24-летний уроженка Жлобинського района сперва похитили у потерпевшого 200 рублей, а через некоторое время и вовсе пошли на грабеж. Для хозяина дома все закончилось побоями и финансовыми убытками в 60 рублей, о чем он сообщил в милицию. Нападавшие не ожидали такого поворота событий и в качестве мести жестоко избили пенсіонера, а затем схватили за нож. Когда поняли, что перестарались, попытались замаскировать убийство под пожар. Тело облили бензином и подожгли. Возгорание заметили соседи, пожар быстро ликвидировали спасатели, а оперативникам стало понятно, что дело сопряжено с криминалом. Преступников задержали. Был проведен ряд экспертиз, которые подтвердили версию об убийстве и поджоге. В ходе предварительного следствия обвиняемые не отрицали свои вины, но на суде признали ее лишь частично. В результате суд приговорил мужчину к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Соучастницы присудили 18 лет колонии общего режима. Заботливая мама подарила 39-летнему сыну мотоцикл, а он пьяным врезался в телегу и попал в реанимацию. 39-летний водитель, управляя мотоциклом, двигался по улице Советской в деревне Держинск Лилического района. В пути следования из-за неправильно выбранной скорости он совершил столкновение с попутно двигавшейся гужевой повозкой. Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован. Как выяснилось, водитель не имеет права управления транспортным средством, в момент ДТП был без мотошлема, к тому же предварительно находился с признаками алкогольного опьянения. А в Гомеле в субботу произошло столкновение автомобиля с электросамокатом под управлением подростка. 23-летний водитель, управляя автомобилем Киа Рио, двигался по улице Советской. По предварительной информации, на пересечении с улицы Ландышева при включении разрешающего сигнала светофора водитель продолжил движение. В этот момент в него вырезался электросамокат. В результате транспортного происшествия 12-летний подросток получил травму, с которой он был доставлен в больницу, где после осмотра и оказания первой медицинской помощи отпущен домой. Электросамокат либо иное средство персональной мобильности необходимо обучить его элементарным правилам дорожного движения, чтобы сохранить его жизнь и здоровье. Жительнице Светлогорска в эти выходные потребовалась помощь спасателей. В центре города в ночь на воскресенье девушка упала в реку. Около часу ночи в службу спасения по телефону 101 от очевидцев поступило сообщение о тонущем человеке в реке Березина. Девушка находилась в воде в районе набережной по улице Советской недалеко от одного из ресторанов города Светлогорска. В ходе проведенного разбирательства выяснилось, что 31-летняя девушка забралась на парапет, но потеряла равновесие и упала в воду с высоты около 3 метров. При помощи спасательной веревки и штурмовой лестницы работники МЧС женщину из воды спасли и передали бригаде скорой медицинской помощи. И с диагнозом общее переохлаждение она была госпитализирована в учреждении здравоохранения Светлогорска и ЦРБ. А в Гомеле неравнодушная девушка спасла котенка, который неизвестно как оказался на опоре моста. Замерзший и голодный котенок сидел под мостом, не имея возможности даже попросить о помощи. Но его заметила неравнодушная девушка Анастасия. Юная гомельчанка позвонила в МЧС и уже через 30 минут приплыл катер. Котенок был спасен, сейчас ему ищет хозяина. Если вы готовы приютить это маленькое создание природы, звоните по телефону, указанному на вашем экране. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси по мини-футболу вышла в элитный раунд отбора на чемпионат мира 2020 года. Беларусы заняли второе место в группе 4 основного раунда. Мини-турнир проходил в Италии. Команда Александра Савинцева сыграла в ничью с хозяевами и победила англичан и венгров. Первую строчку беларусы уступили итальянцам лишь под дополнительным показателем. Жеребьевка элитного раунда чемпионата мира пройдет 7 ноября. Напомню, что в составе сборной Беларуси на турнире в Италии выступали 4 игрока, представляющих гомельские клубы. Это Владимир Стремилов и Сергей Селивончик из БЧ и Антон Матвиенко и Владислав Селюк из ВРЗ. В отсутствие этих игроков железнодорожники и вагоностроители без проблем пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси. В 1-8 финала БЧ в Барановичах разгромил команду «Миллиоратор» из Ганцевичей. 14-2. Пятью голами отметился Денис Колб. В РЗ не испытал проблем в поединке с Минском. Подопечные Анатолия Яновского были сильнее 5-1. В 1-4 финала БЧ сыграет с охраной «Динамо». Вагоностроители узнают своего соперника после дисциплинарного заседания Белорусской ассоциации мини-футбола. Игра между «Динамо-БНТУ» и командой «Детско-Сельский» из городка не состоялась из-за неявки последней. Первые поединки 1-4 финала пройдут 14 декабря ответные 18-го. Светлогорские ЦКК и столица путевку в четвертьфинал Кубка Беларуси разыграют в конце осени. Гомель продолжает трепать нервы лидерам чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. После ничей с Батэ зелено-белые на своем поле могли рассчитывать на приобретение очков в матче с Брестским «Динамо». Хозяева открыли счет на 34-й минуте. Квашук реализовал назначенный за фолк против себя же пенальти. К сожалению, удержать победный счет не удалось. Лидер чемпионата страны все-таки своего добился. На 61-й минуте Нехайчик, на 72-й Хабленко принесли победу Брестскому коллективу 1-2. В турнирной таблице Гомель по-прежнему на 15-м предпоследнем месте. Мозырская славя и Слуцк в 26-м туре разошлись миром. Забитых голов болельщики на трибунах стадиона городской в Слуцке так и не увидели. 0-0. В турнирной таблице славя на 11-м месте. В среду полишуки проведут на домашнем газоне перенесенный матч 16-го тура против столичного «Динамо». А 4-го ноября в рамках 27-го тура ждут к себе в гости Гомель. Женская команда гонбольного клуба Гомель продолжает беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси на домашнем паркете. Гомельчанки камня на камне не оставили от городничанки. Победа 39-14. Самая результативная в составе хозяек Наталья Кутина 6 голов. В среду 30-го октября Гомель в гостях играет с Витебчанкой. Рыси обыграли Волков в Полесском дерби. В очередном туре чемпионата страны в экстралиге хоккейный клуб Гомель в гостях в овертайме вырвал победу в поединке против Жлобинского Металурга 3-2. Взять реванш Волки смогут уже 2-го ноября. Команды сыграют между собой в Гомеле. Завтра же Рыси принимают у себя Гродненский Неман. Металург дома поборется за очки с Лидой. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok